Кулаками и ногами отомстила Нижегородка за повреждение своего автомобиля. По собственной невнимательности девушку за рулем не заметила трос, на котором перевозили зеленый москвич. И эта проволока повредила свой автомобиль. В результате автоледи всю накопившуюся ярость выместила на москвиче. Ну давай, заходи. Вот. Зимой, чашка, я взял. Не рвы, не рвы. Старый москвич, тащили на прицепе. Уазиком. Девушка ехала на колени с той стороны. Не заметила трос, врезала в трос. Разбила парой, два крыла. Ну и давай пинать москвичной гамме. И она его начала. Да ты, да ты свою машину убирай отсюда. У тебя там машина развалюха, а у меня такая крутая машина там. Она вот руками махала отчаянно. Так вот, вот таким макаром, наверное, не комаров отгоняла. Мне, б***ь, тебе еще, б***ь, помойку надо. Ты посоли, б***ь. Ну как это можно по-хамски, ну даже если ты что-то не так сделал. Ну все равно как надо быть добрее с нехотительной. Ну не надо же таким злобным быть. Потому что человек невоспитанный, вот, ну может быть и необразованный. Машина у меня вообще-то не так, ни с неба, ни мне не свалилась. Мне ее не подарили, мне ее не купили, у меня до сих пор кредит висит на мне. Я что, такая спокойная сидела, что я не должна была на него кричать, а естественно у меня были нервы. Что в этом такого? Я человека даже пальцем не тронула. Ну нельзя машину пинать, естественно, машина-то при чем, если голова не работает у человека. Наверное, в автошколе надо уже начинать преподавать, как бы, ну, как вести себя на дороге. Чтобы люди друг к другу просто относились хорошо, с автошколой надо.